В этом ролике я вам покажу три топовых товара, которыми пользуюсь я сам. А какие хорошие, какие нет, узнаете, посмотрев весь ролик. Ребят, всем привет! В этом ролике будет такая домашняя распаковка самых нужных товаров, по крайней мере для меня, такие как мышка, бритва. В общем, сейчас вы все увидите, но товар реально нужный, я снимаю эту распаковку уже через, так скажем, пару месяцев использования, и мне будет что добавить. Но об этом вы узнаете в конце ролика, о моем опыте эксплуатации. Ребят, давайте начнем вот с этой верхней посылки. Насколько я помню, здесь у нас microSD флешка, причем по халяве взял. Давайте посмотрим. Так, о, вот она, T-Clast. Знаете, такой бренд, я у них планшеты видел. В общем, они еще изготавливают флешки. Взял и на 128 гигабайт, и класс, насколько я понимаю, 13. Ну, скажем так, видео 4К, нет, видео Full HD на Sony Alpha 3 пишет без проблем. И на GoPro Sony 50 кадров в секунду. Ну, если, конечно, вам это о чем-то говорит. Так, идем далее по посылкам. Здесь у нас Logitech G305. Очень классная мышка. Мышка пришла упакована прям замечательно. Посмотрите, какой слой пупырки. Я тут буду ее еще фиг знает сколько распаковывать, конечно. Реально классно упаковали. Полгода полет нормальный. Да, конечно, не без косяков. А именно, что в некоторый момент может, ну, сесть батарейка. Как бы это сильно не видать. Хотя там светодиодик как-то пытается дать мне знать, но я, честно, не понимаю. Но большой плюс, что она работает на аккумуляторах. И поэтому никаких проблем нет заменить одну батарейку на вторую. Давайте вскроем и посмотрим, как она выглядит изнутри. Ну, я думаю, вы уже видели это и на картинке. Так, пришла еще запакованная фирменную Logitech-овскую пупырку. Также тут идет у нас инструкции и рекламки, брошюрки разные. В общем, чувство дорогой покупки у меня сейчас, ребят. Всем советую мышку, если вы, конечно, ищете блютузную. Так, посмотрим, что тут еще в коробке. И здесь у нас вот такой кабель. Что это за кабель? Странно. Он как бонус там был внутри упакован. Что прикольно. Здесь пришла вот такая наклейка Logitech. Положили листовку. Keep playing. И здесь они показывают, что можно купить мышку, коврик, клавиатуру, колонки. А вот такая веб-камера C922 у меня есть. Давайте посмотрим на мышку. Сразу чувствуется, что она из хороших материалов качественных. Клики такие жесткие, но, в принципе, играть даже можно. Ну, конечно, в игре всегда лучше по проводам играть. Там больше чувствительность. Но мне вполне хватит и беспроводной для работы, так скажем, и для серфинга в инете. Сюда вставляется одна пальчиковая батарейка формат АА. В принципе, все очень просто. Итак, что по кабелю? Здесь у нас вот такой кабель. Это, насколько я понимаю, удлинение. Ну, просто USB удлинялка. Чтобы мышка подключалась не под столом, а над столом. А вообще лучше подключить мышку под столом, а сюда включать разные флешки. Вот это будет мега удобно. Вот так я и делаю. Ну, хорошо, спасибо за подарок. Погнали далее. Переходим к следующей посылочке. Здесь у нас бритва от Xiaomi. Причем не дешевая. Она в районе 50 долларов, 60. И то я брал по распродаже. Так, тихонечко открываем. Хорошо упакованная, сразу вижу. Хоть пупырки и немного, но коробочка, ребят, в идеале. Прям вообще. Давайте дальше откроем. Да, коробка, ребят, просто в идеале ровненькая, целая. Здесь вот все плюшки, за что вам стоит взять эту бритву себе. Но от себя скажу, что там крутые японские лезвия. Ну, а как эта бритва покажет, и уже показала себя. Смотрите ссылочку в описании и в подсказке. Там будет полный обзор этой бритвы. Настало ее время. Я уже смело могу рассказать о ней после полугода эксплуатации. Но пока будет для вас интригой. Пока хочется сказать, что коробочка очень туго открывается. Хотя на вид полностью целая. Воу! Дорого-богато смотрится, ребят. Вот такой золотой цвет. Там было еще пару цветов, но я склонился к золотому. Он был просто подешевле. Ручка очень приятная на ощупь. Защитная крышка по стандарту. И вот такая сеточная структура. Так, что-то он красно моргает. Наверное, зажать. О, да! Работает, ребят! Она живая! И это хорошо. Так, пытаюсь показать вам. Но вроде сильно не видно, как они работают. Ну, хорошая покупочка. Мне нравится. Когда для себя заказываешь, это всегда приятно. Так, хочется сказать, что идет зарядное устройство и кабель USB Type-C. Что тоже немаловажно. И что тут еще есть? Щеточка еще идет в комплекте. Для очистки бритвы. И больше, как я не пытаюсь тут открыть, но больше в коробке ничего не идет. Так, погнали далее. И последняя на сегодня покупка. Это наушники Edifier TWS5. Мои любимые, скажу я вам. И хоть я пытаюсь здесь сделать вид, что это распаковка, но я их уже открыл, не удержался и посмотрел. Могу сказать, что через полгода эксплуатации звук до сих пор огонь. Зарядку держит вообще бодро. И вот такая комплектация. Здесь у нас кейс идет и два наушника. Никакого рассинхрона. Все четко показывается. Ребят, вот это точно те наушники, которые стоит купить каждому. Единственный их минус, что они совсем не маленькие. Они такие объемные и большие. Так, давайте, ребят, посмотрим, что пришло в этой бонусной коробочке черненькой. Здесь у нас идет комплектация. Запасные амбашюрки. Две пары больше-меньше. Сейчас стоят средние. И кабель microUSB. На бритве у меня Type-C, а в наушниках microUSB. И вот дела. В принципе, вот это все. Вот это вся комплектация. А, нет, еще идет инструкция на английском языке. Потому что бренд, хоть и китайский, но сделан полностью для Европы, для мира. И его я всем советую. Крутой бренд. Здесь в инструкции показано, как управлять. Но это я вам все расскажу в обзоре. Потому что эти наушники реально заслуживают своего обзора. Здесь все движения, переключение музыки. Но если вы надумали их брать, сразу скажу вам пару минусов. Когда вы ставите один наушник на зарядку, отключается второй. И светодиоды в них всегда моргают, независимо от того, день или ночь. В ушах или не в ушах наушники. Что ночью немного раздражает. Да, кстати, инструкция еще и на русском языке. Кейс приятный на ощупь. Три светодиода в нем показывают степень разряда заряда. Так скажем. Если три светодиода горят, то кейс полностью заряжен. Если один, то пора заряжать. А по наушникам вы не поймете, насколько они заряжены и разряжены. Но сразу скажу, что я их заряжаю где-то раз в неделю. Учитывая то, что я в них даже бегаю. И они не выпадают из ушей. И это очень немаловажно. Наушники из кейса, когда вы вставляете, не выпадают. Причем вообще никак. Единственный косячок, что можно перепутать. Не всегда попадаешь с первого раза. Например, вот как я сейчас на 11.22. Вот, доча пришла. Эй, не топчусь. В общем, пришла моя помощница. Но я уже все успел открыть. Все, робот ушел. Ладно, ребята, вот такие прям товары пришли, которые заказывал я сам себе. И это очень круто, когда сам себе заказываешь, а не кому-то. Всем советую эти товары для дома. Ну, по крайней мере, мышку и наушники. Бритву. Это под вопросом. Посмотрите в обзоре. А сейчас мой итог. Ну что, ребят, надеюсь, вам понравилась моя подборочка. Вот такая. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик. Впереди у меня много идей, много разных распаковок. Надеюсь, эти товары кому-то пригодились. Да, у мышки был двойной клик, но он прошел, так что ничего страшного. Что по бритве, двоякая ситуация. Мне она вроде как по качеству нравится, но как бреет, особо не нравится. В общем, все зависит от вас. Хотите заказывайте, хотите нет, мое дело вам предложить эти товары. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok